Добрый вечер! В этом году Новокурский театр Грань отмечает свой 45-летний юбилей. Но еще до того, как начались торжества в самом театре, был получен первый подарок. Им стал гран-при фестиваля «Поволжские сезоны» Александра Васильева за работу художника в последней премьере театра спектакля «Таня, Таня». Денис, Елена, я вас поздравляю в первую очередь и с юбилеем, и, наверное, с первым подарком. Можно ли считать это первым подарком именно театру? Или вы воспринимаете, что это награда все-таки, Елена, ваша личная? Нет, ни в коей степени. Потому что я считаю, что это командная работа и только командная. Потому что такие вещи единолично не создаются. Очень много людей принимало участие. И колоссальные затраты энергии. Поэтому это награда только для команды. Мы все эти эскизы создавали вместе. Специфика работы именно театрального художника в том, что есть режиссерский замысел и есть команда, которую он создает вокруг этого замысла. Художника по костюму, сценографа, композитора, хореографа, актеров. И все должны работать на этот замысел, раскрывать его и дополнять своей индивидуальностью. В данной ситуации так именно и произошло. Когда был замысел спектакля, когда был замысел костюмов, идей и так далее, я уже все это Елене наговорил. И она уже через призму своего художественного видения начала воплощать это на бумаге. Мы много очень спорили, от чего-то отказывали, что-то добавляли. То есть процесс шел довольно-таки интересный до самого последнего момента, до выпуска спектакля. — К вопросу о спорах. Мне всегда, например, непонятно, как творили Ильф и Петров, или вообще какие-то творческие дуэты, коллективы. Вы оба творческие люди. У каждого наверняка свое видение. Вот как вам удается найти золотую середину, договориться и создать что-то общее? — Очень легко. Вообще никакой проблемы нет. Как сказал, так и будет. Я говорю, будет вот так. Так и есть. Нет, но я хочу сказать, здесь не только такое волевое будет и все. Это надо, во-первых, обосновать, понять, доказать. То есть убедить человека, что это должно быть так. А потом Лена очень много на основе того, что я предлагал, она понимала стиль, манеру, форму. И уже дальше приносила предложения настолько интересные, что, например, мне это очень устраивало. И это было ее авторство, того, что она делала. — Геляна, у вас какие впечатления от работы? Все-таки даже когда мужчина вам советует, как шить тот или иной костюм? — Как это мужчина советует? — Да, очень часто. Так что иногда даже предлагаем поучаствовать, прийти что-нибудь пошить. — Нет, я отказываюсь пошить. Но нет, есть вещи технологические, где я абсолютно, Елене, доверяю ее колоссальному опыту. Это и крой, и всякие там ригелины, сетки и так далее, и так далее, и так далее. Да, тут я даже не лезу, потому что мне важен результат, чтобы костюм, который мы получаем в реальном варианте уже из ткани, он соответствовал варианту на эскизе. Потому что утверждается эскиз, а не рядом где-то с эскизом, что-то подобное. Вот очень часто возникает у нас спора, когда Лена говорит, ну я для светотени нарисовала, для ощущения. А как? Я говорю, а вот теперь думай. Ты нарисовал, я утвердил, а теперь думай, как это воплотить. И в этом, конечно, тоже заключается очень большая сложность художника, что он должен не просто махнуть кистью по бумаге, а еще надо понять, как ты технологически реализуешь эту идею, чтобы она абсолютно была такая же, как и на бумаге была на сцене. — Гелена, как вот шла работа? Была ли необходимость, опять же, думать о том, что людям не просто... Это не просто костюм, фантазия какая-то ваша, да? Это костюм, в котором людям нужно еще на сцену выходить. Как все это происходит для вас? — Ну, это происходило очень динамично, развитие, потому что мы начали работу в отпуске, да, такую, как бы, полноценную. Поэтому у нас были переговоры на телефоне до двух часов ночи с Денисом Сергеевичем. Потом также по ночам эскизы делались уже в августе месяце. И в сентябре месяце мы уже по полной развернулись и начали закупать материалы, фурнитуру. И пошли уже примерки, пошив, как бы, в полном объеме. — Ваш любимый этап работы какой? — Ну, здесь, знаете, сложно сказать, какой именно самый любимый, потому что на первом этапе, конечно, очень сложно понять, как бы, режиссера. Здесь сложности стоит, но есть своего рода тоже кайф от этой работы, от этого процесса, потому что здесь мы немножко, как бы, занимаемся психологией, наверное, потому что создаются персонажи, которые имеют характеры, образы, очень такие сложные. Поэтому у нас идут споры, прежде всего, из-за темпераментов, да, то есть как режиссер видит, как я вижу и там понимаю, потому что читаешь сценарий, ты, как бы, свои какие-то видения тоже имеешь на эту тему. Поэтому у нас, вот, в первую очередь, споры здесь идут. Потом с эскизным этапом как-то тоже свои прелести есть и свои минусы, потому что есть, как бы, дополнительная, ну, то есть другая работа, которой мы занимаемся. И эскизы приходится делать уже в промежутках между этой работой. Это не есть, как бы, хорошо и правильно, потому что для их создания надо, все-таки, быть в тонусе, иметь вдохновение, которое именно позволяет, как бы, заниматься рисованием, потому что, все-таки, я не профессиональный художник, хотя у меня там за плечами есть художественная школа. Но я это делаю крайне редко, поэтому для того, чтобы рисовать, нужен специальный настрой. Вот здесь, как бы, тяжеловато. И, то есть, получается, что ты за ночь можешь, там, сделать пять эскизов, то есть даже за пять минут можно эскиз нарисовать, а можешь один эскиз рисовать несколько вечеров и, как бы, не понимать, как бы, что происходит, да? То есть добиваться очень долго. Кто вот вам давался легко из персонажа, а над кем пришлось особенно поработать? Вообще, у меня сразу персонаж Зины, наверное, стал таким любимым. И, как бы, внутреннее восприятие было для меня очень понятным. И, наверное, поэтому рука, соответственно, как бы, брала карандаш и рисовала, ну, как бы, быстро, да? Вот. Ну, были персонажи, которых я, вот, ну, как бы, перекладывала на внешность актеров, и они у меня, вот, ну, не вязались, вот, никак с внешностью. Поэтому у меня даже на эскизах отсутствуют лица и, как бы, прически у некоторых персонажей, потому что мне было сложно вот этот типаж сопоставить с тем, что в пьесе, как бы, я воспринимала и вот в реальности. Однажды весной он понимает, что жизнь проходит зря. И вот эта 17-летняя Таня – его единственный шанс на счастье. Жена Таня скучна и неинтересна. Все летит к чертям. Брак, дом, привычный распорядок вещей. Меняется лицо и возраст любимый. Только имя остается прежним. Путает зрителя не только идентичность имен главных героинь, но и необычный поэтический язык драматурга Ольги Мухиной, чью пьесу поставил Новокубежский театр «Грань». Третий глаз кажется зеленым, третья рука чужой, как помнишь, что ничего не помнишь, как думаешь, что ничего не думаешь, идешь по улице, кричишь весело, с кем-то целуешься. В августе мы прочитали пьесу, ничего не поняли, долго смеялись, потому что нам показалось очень интересной, очень забавной, небытовой, импрессионистической. Тем более про любовь. До этого у нас был такой сартр тяжелый, экзистенциальный, а здесь такая легкая вещь, естественно, с переживаниями. В пьесе «Таня, Таня» все влюблены то последовательно, то единовременно, то друг в друга, то в тени прошлого. Уходят два часа и десяток тщетных попыток, чтобы понять, кто чья судьба. Эта история разбитых и склеенных сердец могла быть трагедией, но, к счастью, рождена комедией. В свое время мой лучший друг видов, говорил в своей будущей жене, Клаве, Клава, Клава, мы слониха. Люблю слоних. Хочется подойти и карабкаться, карабкаться, карабкаться. И что, она после этого вышла за него замуж? Что хотела? Моментально. Ах, какая странная женщина. Появляется эта девушка и убивает всех из склеи. И вдруг люди начинают как-то там, вот супруги, которые 20 лет вместе жили, это их ситуацию будоражит, они там разбегаются, сходятся, разбегаются, какие-то страсти начинаются. Они вспоминают, как они встретились, как у них вдруг произошла любовь, как это все было здорово там 20 лет назад. И чувства пробуждаются. Одним из первых зрителей спектакля был автор Ольга Мухина, которая прилетела из столицы специально, чтобы оценить работу Новокуйбышского театра и объяснить трупе, тонкости и нюансы своего текста. Когда мы с ней общались, когда она к нам приезжала, она сказала такую фразу, там есть цитат из Маяковского, и она говорила, вот все говорят, вот женщины писать не умеют, женщины писать не умеют. А я вот специально, так как в сцене нужна была жесткость, я добавила Маяковского, чтобы вот именно вот не говорили, что вот женщины писать не умеют, а я вот сразу так вот Маяковского взяла, чтобы прям потому, что жестче Маяковского никто не скажет. Работа театра драматургу понравилась. С таким же восторгом приняли ее и горожане. Сами же ребята довольны не только тем, что нашли оригинальную пьесу, в которой задействованы все актеры-труппы, но и тем, что после нескольких драматических постановок сделали зрителям настоящий весенний подарок. Главная задача, чтобы зрители, выходя из зала, хотели любить, влюбляться, чувствовать это, возвращаться к этому ощущению, потому что это все-таки смысл жизни, любовь. А кто из вас, кстати, захотел пойти на конкурс? Нет, я решил, да, но мы же участвуем с 2000 года, но не каждый год. И у нас уже в 2003 году, или в 2003, по-моему, был гран-при, когда мы взяли первый раз гран-при в фестивале Васильевских сезонов с костюмами «Бумажный пиро». Художник Татьяна Рассказова, «Город Москва». Это еще с Эльвира Анатольевны Дульщиковой. И после этого мы участвовали как гости, мы участвовали, вот последний раз перед этим годом, мы участвовали в 2012 году с коллекцией костюмов. Ну, тут тоже сказать, с коллекцией, с костюмами из спектакля. С костюмами из спектакля «Карманный театр по Жану Кокто». Это тоже работа Эльвира Анатольевна, художник Юрата Рачинска, это «Город Вильнюс». И вот эти вот костюмы мы получили тогда первое место в театральной номинации. Потом в 2013-2014 год мы не участвовали, а сейчас юбилейный год. И очень хотелось в юбилейный год сделать сейчас, можно больше каких-то интересных проектов, посвященных 45-летию театра. Это и «Васильевские сезоны». Это и сейчас мы открыли проект с Михаилом Яковлевичем Купербергом, совместный киноклуб «Ракурс» и театр-студии «Грань». Называется классика «Новая Грань. Неожиданные ракурсы». Это и фестиваль «Попомос». Это и фестивали, в которых мы принимаем участие. Кстати, вот спектакль «Таня-таня» приглашен на Володинский фестиваль «Пять вечеров» в Санкт-Петербург в феврале месяце. Должны поехать. Это и какие-то встречи с актерами, с режиссерами и так далее. То есть, в принципе, это вписывалось в юбилейный год очень органично. Но в целом, в целом, все равно я хочу сказать, так скажем, оптимистичный настрой, потому что ты понимаешь, что ты занимаешься конкретной работой, и ты делаешь реальный продукт, который ты должен показать большому количеству людей. И ты понимаешь ту степень ответственности, которую на тебя возлагает режиссер в первую очередь, и вообще, ну, как бы ответственность перед людьми, потому что мы понимаем, что мы не можем там делать работу как попало, да? То есть мы должны на сто процентов отдаваться этой работе. Но мне очень нравится, что она умеет не просто слушать, она умеет слышать. Она умеет почувствовать, что ты хочешь. Это очень важно, потому что есть… Я работал с разными художниками, так вот случалось. И я понимаю, что талантливый очень художник, интересный художник, но он как бы вот видит свое, и все. И он не чувствует, что нужно мне, как режиссеру, в данной ситуации. Какое нужно ощущение движения, ритма, ткани даже, какие нужны, да? И начинаются нестыковки. Здесь, в первую очередь, дорогое качество, Лена идет от режиссера. Дальше, дополняя, развивая, углубляя мою идею, она идет от режиссера. Да, путь, конечно, нелегкий. Это не вот я рассказал, она там ночь переспала с этой мыслью. Все, на следующий день пришла, эскизы готовы, все совпало. Замечательно, гениально. Нет, конечно. Мы над Таней-Таней начали работать, я вам сейчас скажу, мы начали работать с ней над эскизами. Она прибедняется в отпуске. Мы начали с ней работать в марте месяце. А спектакль вышел март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, в начале декабря. Поэтому вот эта вот история, она очень интересна. Сейчас развивается в новой нашей работе, третьей по счету. Вот премьер должна быть 12 ноября. Это спектакль «Корабль дураков». «Корабль дураков» по средневековым французским фарсам. Посмотрим, что там будет. Это как раз будет ваш юбилей, ваш день рождения. Это будет 45 лет театра в студии Грани. Я думаю, что мы, если вы нас позовете, еще раз приедем вас поздравить. А я вас поздравляю пока с тем подарком, который уже получен. Надеемся, что в следующем году вы удивите нас еще какой-нибудь наградой, премией. И возите, конечно, показывайте свой спектакль. Нам очень приятно и радостно за вас, что его оценят. Потому что сами мы его безумно любим, конечно. Спасибо вам большое. Приезжайте на спектакль, не только на этот, а на другие. И, конечно, вот сейчас пользуюсь случаем, чтобы это зафиксировали. Приглашаем вас на премьеру и на юбилей театра 12 ноября. Спасибо вам большое. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. С телезрителем прощаемся, как обычно, на одну неделю. Оставайтесь на телеканале «Губерния». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова